Подписатель, я назову дипломной своей книги, это биография Горького, которая несколько раз переиздавалась и в этом году в связи со 150-летним юбилеем Горького вышла новым изданием, новым оформлением и с предложением, я считаю, лучших воспоминаний и статей о Горьком. Чуковского, Шпловского, Ходосевича, Замятина, и кто-то там через некролог, который написал на смерть Горького и Троцким. Это казалось непопытным, потому что это взгляд революционера на Горького. Горький революционер, участие Горького в революции, не совсем понимая, насколько он был, возможно, припатрилирован в революцию, насколько он нереально участвовал. А Троцким и после смерти Ленина, понятно, что это был главный революционер. Он уже был в эмиграции, уже в контракт со Сталиным. Он, абсолютно любопытный микролог, и вот именно оценивает Горького как революционера крайне невысоко. Подписатель – да, как революционер, он все-таки подкупчик был, в общем, не нашим партийным. Вот, книга называется «Горький страсти по Максиму». Я написал действительно четыре, мне даже неудобно, четыре книги о Толстом. Просто я однажды захотел написать про уход Толстого из Ясной Поляны, как появилась книга «Рев Толстого и бегство из Рая». А дальше как-то по цепочке потянулось. Пока я работал над этой книгой, меня заинтересовала тема конфликта Толстого и Церкви. Очень важная тема и очень актуальная до сих пор. Как это неожиданно оказалось. Больше ста лет прошло после известного определения Святейшего Синода, подпадения графа Ивана Николаевича о русской православной церкви. И до сих пор будут споры, было ли это облучение, было ли это анафема, и что это вообще такое. Мне захотелось в истории серьезно разобраться. Но я не люблю писать такие абстрактные темы, вот, Толстой и, как, церковь. Да, что такое церковь? В разных измерениях существует церковь, как храм, церковь, как небесное тело, церковь, как земной институт, церковь, как церковное начальство, церковь, как рядовые священники, церковь, как монархи. В общем, это очень такое понятие, это широкое. Поэтому я написал о конфликте двух людей, которые никогда не встречались, Толстой и Святой Правильный Антранштадтский. Самый популярный, это даже не то слово, не очень точное слово, популярный, то есть невероятное в умении Пресвещения того времени, который очень резко высказывался о полсту. А потом, еще когда я первую книгу писал, я читал первые мемуары всех детей Толстого, они почти все оставили свои мемуары, кроме Андрея и Михаила. Замечательные воспоминания оставил я, замечательные воспоминания оставил Сергей Львович, Александра Толстая, Татьяна Львовна. И Лев Львович, это был третий сын Толстого, которого по несчастью, и его несчастью назвали Львовом. Назвали Львовом, ну, когда его назвали Львовом, это, собственно говоря, было в конец 60-х годов, но Толстой написал во имени Мир, к тому же. Да, уже известный писатель, но еще не тот Толстой, который учитель человечества, еще нет паломничества у Ясных Полянов, еще нет того невероятного мирового ажиотажа вокруг этого имени. И назвали Львовом, ну, просто потому что назвали Львовом, третьего сына назвали именем отца, нормально свеченым. Но когда он подрос, когда он стал подростком, то у юношей уже, достаточно сказать, что не было ни одного номера, ни одной газеты в России, вот, скажем так, начиная с 90-х годов, и хотя бы не упоминал Василия Холстого в той или иной связи. Он был более знаменитый, я не знаю, чем царь вообще, что точно большее влияние на умы оказывало, чем Александр III, затем Николай II. И парадокс был в том, что вот он внутренне боролся с отцом, сначала он бодотворил отца, подражал, он стал толстовцем, единственный сын на авиацию Толстого, который стал толстовцем, юношей еще. А потом это вылилось, закончилась тяжелейшая депрессия, от которой он чуть не умер, а потом это вылилось сопротивление отцу, полеями, пустынами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok